Всем привет! Вы на канале Лерон. Сегодня мы будем делать обзор пиццы из магазина ОК. Поэтому поддержи обязательно лайками, ставь свой комментарий и подписывайся на мой канал. Поехали, будем делать обзор! И сегодня я была в магазине ОК и подумала, что же вам такого показать, сделать какой-нибудь обзорчик или какой-нибудь рецепт. И я проходила мимо замороженной еды и увидела пиццу торговой марки ОК. Стоила она 99 рублей, но это было по скидке. А так она стоит 150 рублей. Здесь у нас 350 грамм. Там эта пицца я взяла, пицца с арти. Но там было много всяких пицц. Были 4 сыра, моцарелла, пепперони, величина и грибы. Сзади у нас здесь написано, какие пиццы еще есть. Вот. Так, ну... На картинке выглядит красиво. Но потом, когда мы будем доставать нашу пиццу, разогреем, все сделаем, посмотрим, сравним картинку и на самом деле. Потому что всегда отличается пицца на картинке и как она приготовлена. Вот. Здесь у нас по составу... Ну, тестовая основа. На самом деле состав очень огромный. Здесь всяких много добавок. Я не знаю, тут даже не найдешь... О! Я нашла, тут колбаса есть. Колбаса у нас состоит из говядины, свинины, шпик, мяса птицы, куриные механические обвалки. Ну, тут даже не найдешь основной состав, что вообще в этой пицце, какие ингредиенты положены. Потому что здесь очень много всяких добавок. Не знаю, как будет на вкус. Способ приготовления, что? Тут можно готовить в духовом шкафу. Так. Выпекать в духовом шкафу в течение 10-15 минут. При температуре 180 градусов. Ну, и тут время выпечки зависит от температуры выпечки и вида духового шкафа. Ну, это как обычно, как всегда. Если там хорошая духовка, быстро. Плохая духовка, плохо. Так. И в микроволновой печи. Скорее всего, я буду выпекать в микроволновой печи. Я думаю, что так будет быстрее. Так. Здесь разогреть пиццу в микроволновой печи в течение 3-5 минут. При мощности 700 ватт. Вот. Ну, давайте ее достанем. Посмотрим, какая она выглядит в замороженном виде. Что-то вообще отличается от картинки. Посмотрите, как выглядит у нас на картинке и как выглядит здесь. Да уж. Я даже, у меня это, да, речка терялась. Ну, что же я хотела за 99 рублей по скидке. Да уж. Давайте разогреем ее. Может быть, она станет... Будет выглядеть получше, конечно. Сыр расплавится. Ну, что, отправляем ее в микроволновку. Ну, вот мы разогрели нашу пиццу. В микроволновке я ее грела, ну, не 6 минут. Скорее всего, 9 где-то минут. Вот. Ну, на взгляд, я бы сказала, что не очень, потому что это не сыр. Потому что сыр бы расплавился полностью. Это, скорее всего, сырный продукт. Колбаса у нас выглядит как-то, на взгляд, очень дешево и не очень. Я не знаю. Вот. Накидали тут какой-то перец, грибов каких-то. Я не знаю. Господи. Почему нельзя было нормально сделать? Ну, давайте, наверное, разрежем. Посмотрим, как у нас будет. Вот, давайте посмотрим просто, как она выглядит у нас на картинке нашей пицы. Что тут у нас? Вот. Маслины. Тут у нас грибы. Прям кусочек такие сыра. Вот они нарисованы у нас. Сыр прям так тянется. Я не знаю. Тут вот, скорее всего, перец. Какое-то мясо, может быть. На картинке очень красиво. И у нас получилось. Вот, вы-ка посмотрите. Это, это какая-то жесть. На взгляд, это вообще, я не знаю. Вот. Вы наверняка видели в магазинах вот Ашан. Окей. По-моему, пятерочка еще есть. Пиццы, знаете, вот точно таким же размером. Точно такие же пиццы, которые стоят 50 рублей. Вот тоже самое, это получается, что, окей, просто взял, положил коробочку. Наша коробочка стоит 50 рублей. И наша пицца, которая просто продается отдельно в такой прозрачной упаковочке. И она стоит 50 рублей. Но это, это жесть какая-то. Да уж. Я разочарована. Очень. Ну, давайте попробуем ее и узнаем, вкусно она или не вкусно. Я тут возьму, у меня на кусочки тут и ветчина, и колбаса, вот, и грибочек, и маслина. Но почему-то на упаковке написано, что это не маслины, а оливки. Это очень странно, потому что я вижу, что это маслины. Ладно, давайте попробуем. Вот, да, это та пицца, которая за 50 рублей в этих магазинах продается. Вот то же самое, вот, действительно. Давайте отдельно я возьму колбаску, попробую. Очень тонко нарезана, прям, я не знаю, просвечивается все. Либо колбаса сильно такая перемороженная, либо что я не чувствую даже вкуса колбасы. Что-то там какие-то солями есть отдаленно, но не чувствую прям выраженный вкус колбасы. Ну, ветчина, я думаю, что она тоже такая, ну, давайте ее тоже попробуем отдельно. Ну, да. В эти ночи это вообще не чувствую. Как будто просто, не знаю, что жую. Не знаю, как вы. Я бы такую пиццу больше не купила, и, ну, по крайней мере, за 100-150 рублей. Вот. И, не знаю, очень как-то не похоже, что на картинке и здесь. Мне не понравилось. Вообще, так нельзя делать. Ужасно. Поэтому, а вы пробовали такие вообще пиццы? Обязательно напишите в комментарии. Расскажите, вообще покупаете вы эти пиццы? Пробовали ли вы? Как вам вообще они? Может быть, вы посоветуете какую-нибудь хорошую фирму, компанию, которая выпускает хорошие пиццы, чтобы действительно попробовать именно замороженную? Потому что, на самом деле, интересно. На этом все. Наш обзор подходит к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите обязательно комментарии. И всем пока!